Здравствуйте, меня зовут Станислав Полозов, как сказал уже Алексей, и мы имеем, скажем так, такой проект, как Эмеркоин. Значит, Эмеркоин в свое время возник как клон биткоина, поэтому, скажем так, он исследовал какие-то определенные черты в свое время с него. И это сейчас отдельная распределенная сеть, открытая, как называется, общественная, да. И мы ввели некоторые, это для тех, кто не знает, потому что очевидно, что есть люди, которые первый раз слышат, но мы ввели множество различных утилит, скажем так, для инструментария, в которых можно использовать нашу платформу для именно практических целей. То есть, например, удобно хранить данные. И какие мы, соответственно, во время создания этой платформы делали упор на универсальность, на вот эти вот качества, которые, соответственно, должны быть к блокчейну, как к распределенной базе данных, в которой удобно хранить, соответственно, данные. И особый упор сделали на процедуру разработки, потому что есть определенные трудности в понимании. Вот все знают, что такое блокчейн, вот, то есть, как бы слышали, что такое слово блокчейн, а как его пользовать, дофиг его знает. Здесь же очень просто. Загружаете кошелек, весь API уже сразу виден с командной строки, и вы уже сразу начинаете, вы являетесь участником сети, и начинаете пользоваться блокчейном, соответственно, Эмеркоина. И класть туда данные, вынимать данные, и там есть определенное количество команд, которые вы можете использовать для того, чтобы удачно это, скажем так, применять. Вот. И в процессе, соответственно, развития этого проекта мы написали довольно много различных сервисов. Сервисов, которые являются уже готовыми к применению, и вы можете брать их и непосредственно использовать различные варианты, их комбинации и так далее. И поэтому вам не нужно там изучать какие-то тонкости блокчейна и так далее. Вы просто берете какой-то сервис определенный, сейчас вот я некоторые из них расскажу. И прямо сразу с места в карьеры употребляете их в практической жизни. И поэтому, соответственно, ну вот, например, здесь вот нарисованы такие штучки, как EMT SSH, это сервис для безопасности сетей, и MCSSL. То есть это сервисы, которые обеспечат вам абсолютно непробиваемую, ну как, видимо, как-то теоретически возможно, хакнуть сетку, но в основном это можно делать легко и хорошо, делать сетки с помощью Эмеркоина, компьютерные сетки, которые нельзя будет взломать. Особенно для банковских применений, для, скажем так, для ведомственных применений и так далее. То есть если вам нужны действительно хорошие сети, которые надежно работают, то, собственно, это мы, обращайтесь к нам. Вот. Собственно, вы сами можете это сделать и легко развернуть эту сетку под, скажем так, под нашим руководством. Просто будем советовать и говорить. Здесь вот есть Николай, который, собственно, таким образом поступил впервые и за несколько дней оборудовал все свои майнеры, они выпускают майнеры, да, это фирма Хэшкоинс, он выступал в параллельной сессии. За несколько дней они оборудовали майнеры SSH и SSL аутентификацией, и, соответственно, их сети сейчас защищены от взломов таким образом. Вот. И, значит, функции у нас следующие. Это финансовая функция. Вот. То есть можно выпускать различные долговые обязательства, акции и так далее, потому что у нас есть вот эта как бы база данных, которая называется NWS, Name Value Storage. Она примерно устроена как реестр Windows. То есть у вас есть имя и у вас есть 20 килобайт на, собственно, запись. Вот. И вы можете в эту запись размещать какие угодно записи, то есть вам, если надо пользоваться базой данных. Вот. Потом дальше безопасность, про которую я сейчас немножечко тоже вскользь расскажу. Вот. Дальше методы нотаризации. Это цифровое доказательство владения, DPO, Digital Proof of Ownership. Вот. Цифровое доказательство авторства и, соответственно, доверенный штамп времени, ТТС. То есть если вы размещаете как владелец какую-то запись, то совершенно становится понятно, что вы владелец этого патента или какой-то записи. Вот. И, соответственно, возможность выпуска акций и потечных облигаций. И все это, в чем хорошо, что это все сразу наблюдается в одной единственной платформе. Вот. И, соответственно, в этом хранилище Name-Value Storage можно хранить абсолютно в пределах этих 20 килобайт абсолютно любые данные. То есть это может быть какой-то текстовый, графический какой-нибудь, например, можете хранить картинку. Криптоключи, хэш-суммы и так далее. То есть все, что вам нужно запихнуть в блокчейн, вы можете запихнуть в пределах 20 килобайт. Вот. И для этого есть специальный инструментарий. Специально удобный инструментарий, чтобы это было удобно делать. Ну, здесь вот как раз сейчас разбирается сервис для донатаризации. Особенно в банковской сфере это очень важно, потому что есть все-таки внутрибанковские, так сказать, злоупотребления, финансовые злоупотребления внутри банков. Служба собственной безопасности банка пытается все время отлавливать, ну, там, скажем так, различные махинации, но они, тем не менее, случаются. В случае, если ключевые шаги, которые идут в банке, проходят через, соответственно, через донатаризацию, то есть автоматическую донатаризацию документов. Там такой специальный сканер. И как бы сразу понятно, в какое время, кто и так далее провел документ. Вот. Ну, здесь видно. Доверенный штамп времени, доказательство авторства, доказательство владения и, соответственно, сама подпись этого человека. Вот. По поводу доверенного штампа времени и доказательства авторства, это очень хорошо для применения, скажем так, начиная от различных сфер патентного применения, там, всяких разных авторских прав и так далее, и тому подобное. И в том числе и контракты, страховые в том числе. Вот. Сразу видно, что человек зарегистрировал этот документ, и хэш от него идет в блокчейн. Все. После этого уже, скажем так, нотариус или что-нибудь еще, в принципе, не нужно. Ну, они будут некоторое время нужны юридически, а де-факто математический аппарат обеспечивает то, что у вас документ уже заноторизирован. Вот. Соответственно, цифровое доказательство владения – это вообще очень-очень классная штука, потому что помимо того, что вы можете, ну, скажем так, например, доказывать свое владение каким-то, ну, например, ВИН-номером автомобиля, потому что автомобиль очень удобен, то, что у вас есть ВИН-номер. И сейчас вот, опять же, у нас экспериментальная сейчас запущена платформа, которая уже ведет регистрацию автомобильных ВИН-номеров, и, соответственно, можно как бы вести весь, всю историю автомобиля, его владелец, его там, техобслуживание и так далее, с начала и до конца. И таким образом получается, что у вас вся история становится прозрачной, то есть всяческие махинации исключаются, и в том числе, например, угон. Ну, то есть угнать автомобиль вы можете, чтобы погонять по Москве, например, но продать вы такой автомобиль не сможете, потому что вам либо как-то надо очень сильно маскировать его. Вот. Значит, и, как я говорил уже, есть сервисы для безопасности банков, про которые рассказывал Николай в параллельной сессии. Значит, EMC-SSH. Что это такое? Это все знают, наверное, из вас, что такое SSH, это Secure Socket Shell. Это для того, чтобы вы устанавливали, скажем так, разворачивали сетку. И в случае, если у вас имеется вот такое удобное вспоможение для разворачивания сетки, вы, соответственно, пользуетесь существенно упрощенной, гораздо более прозрачной системой управления криптоключами, которые находятся в блокчейне, открытыми ключами. И поэтому у вас, скажем так, существенно сокращаются расходы на администрирование и исключаются множественные человеческие факторы. А также совершенно исключаются атаки типа человек посередине. То есть, когда у вас первичное соединение устанавливается, у вас есть возможность перехвата обоих публичных ключей. И потом крест-накрест шифрование данных, и человек, который находится посередине, просто снифит весь трафик, который у вас есть. В случае, если публичные ключи были положены заблагоременно в блокчейн, это, в принципе, исключено. И поэтому сетка становится в этом плане атаки, она становится неуязвимой. То же самое с SSL, когда у вас сертификат, собственно, ваш сертификат хранится в блокчейне, и поэтому в серверах, везде, где допущен ваш сертификат пользовательский, они, скажем так, любая сеть серверов, которая вас обслуживает, они становятся, вас начинают допускать до, скажем так, до своих внутренних подразделов. Чем это, например, хорошо по сравнению с тем же самым, вот многие из вас пользуются, наверное, Outlook-логином. В случае с Outlook-логином, вы доверяете Outlook, получается, что заходить от своего имени на любые сайты. Это огромная дырка в безопасности. Это действительно огромная дырка в безопасности. И поэтому светит, скажем так, последних событий, кто-то кого-то, какие-то злые хакеры друг друга атакуют, и так далее и тому подобное. Мы не знаем, что на самом деле, когда мы доверяем свой логин Outlook, чем там больше будет заниматься Outlook. Ладно-то, если мы еще занимаемся чем-то на каких-то безопасных сайтах, а если мы, скажем так, заходим на какие-то секьюрные, секретные сайты, то, соответственно, мы не можем пользоваться такими вещами, как Outlook-логин. Более того, например, Outlook может взять просто и упасть, и отказать вам в обслуживании. В случае же, если у вас логин обеспечивается с помощью МЦССЛ, у вас, в принципе, блокчейн упасть не может. Это вот все мы знаем, что блокчейн, он, в принципе, невозможно его завалить. И в любом случае к своему собственному кошельку у вас доступ будет всегда. Ну, в промежутке определенного разумного времени. И поэтому эта сетка является распределенной, и она, в принципе, скажем так, ее нельзя вывести из строя, и вы можете всегда ходить по тем серверам, которые вам нужны. Это очень важно для внутрибанковской, скажем так, деятельности, потому что когда у вас внутри банка сотрудники, соответственно, логинятся, и они залогинены на множество удаленных серверов, ваши собственные сотрудники, то, соответственно, вот с такой системой она обеспечивает действительно большую безопасность. Ну и платежные механизмы. Платежные механизмы – это очень интересный такой аспект, потому что все, в принципе, криптоплатформы изначально планировались как платежные. У нас, например, есть такая штука, как Atom. Она нужна для чего? Она – это двусторонняя транзакция. То есть у вас нету, вам не требуется escrow-сторона. То есть когда вы с кем-то торгуетесь, вы ему пересылаете какой-то цифровой актив, а он вам должен пересылать деньги, да? И что вы спрашиваете? Вы начинаете спрашивать, а кто будет гарантом того, что вот я сейчас пошлю ему там миллион биткоинов, вот. А потом он возьмет и исчезнет, потому что там на той стороне только номер его, и все, там какой-то Вася Пупкин, а на самом деле это какой-нибудь пингвин. Ну вот. А в данном случае, пока вы не получите, вы не получите вот этот вот цифровой какой-то номер и права его владения, потому что вот цифровое доказательство владения ДПО, которое я рассказывал, да, и он не получит от вас деньги, сделка не закрывается просто. Она закрывается обоюдно, только когда оба контрагента получают то, что, собственно, желаемое. Да. Вот. И таким образом исключается escrow party, то есть третий человек не нужен, который обычно берет проценты за то, что он является гарантом, да? Вот. Здесь же в данном случае гарантом является сама математика блокчейна, и поэтому электронные торги в таком варианте очень хорошо идут. Вот. Дальше. EMC LNX изначально была создана как рекламная сетка. То есть у вас, когда тот, кто заказывает показ баннеров, он обычно потом, когда вебмастер, так называемый, трафик-оунер, показывает эти баннеры, которые заказал у него другой человек, и при клике на баннере, соответственно, тому платится денежка, тому, кто показывает этот баннер. Вот. Но в принципе этот алгоритм, он универсален, и он специально разработан для того, чтобы любые автоматизированные устройства друг к другу ввели взаиморасчеты. И очень хорошо для интернета вещей. То есть сейчас все говорят, вот интернет вещей, это когда вещи будут покупать друг у друга сами какие-нибудь услуги, например. Ну, например, кто-нибудь будет покупать электричество, а кто-нибудь, например, какая-нибудь веб-камера будет делать бизнес на том, что она будет продавать, соответственно, снимки с себя. Ну, или там, например, какой-нибудь погодный термометр будет продавать, соответственно, да, свои сообщения какой-нибудь службе погоды. Таким образом покрывается, вся земля покрывается сеткой из таких термометров, и все они продают услуги за очень маленькую денежку. Но, по крайней мере, уже понятно, что вы не зря поставили себе дома термометр, который вам со временем окупится. Вот. То же самое, да, ну что, это вот будущее интернет вещей такой будет. Или, например, дом может продавать электроэнергию, которую он сам генерирует в течение дня. Ну, крышу, сейчас же крышу сделали себе с солнечными батареями. Вот, пожалуйста, устройство, собственный счетчик продает электроэнергию в сеть. Вот. И таким образом, то есть это огромный, скажем так, рынок, который пока еще даже не разработан, но все инструменты, они существуют уже сейчас, и они сделаны в виде, вот, скажем так, наших сервисов. И самое интересное, значит, что у нас как раз самым интересным является. Нас что интересуют финансовые документы. Вот. Там есть какие-то варианты с коллорд коинами, там токенами и так далее. Вот. У нас же все финансовые документы, поскольку у нас существует цифровое доказательство владения, они все принадлежат какому-то лицу. То есть и возможность есть продать этот финансовый документ, соответственно, за эти деньги и потерять владение, передав его какому-то другому лицу. Вот. И таким образом это могут быть любые, например, долговые расписки. Вот. Это могут быть акции, ипотечные облигации и прочие финансовые документы. Вот. Я тут, по-моему, два раза один и тот же слайд почему-то. Да. Вот. И что у нас получилось, например, опять же, поскольку, как я говорил, система EMC-SSH и EMC-SSL это единственная система, которая действительно используется в реальной жизни. Вот вы же слышали что-нибудь, что использовалось в реальной жизни из блокчейна и из криптовалют? Вот прямо вот обслуживала промышленность или индустрию. И система Emercoin действительно обслуживает безопасность сетей. Вот если где-то здесь есть хешкоинс, они не дадут соврать. Вот. Так вот, значит, у нас в случае с Калионова, все, наверное, слышали, что есть такой фермер, знаменитый Шляпников, который выпустил долговые расписки на базе блокчейна. Вот. Они выпущены вот именно таким вот образом. Они выпущены на базе Emercoin. и фермерство Калионова, фермерское хозяйство Калионова работает на блокчейне. Вот что самое интересное. Да. То есть, вы понимаете, тут многие, может быть, из банков собрались, вот банкиры там и так далее. Из банкиров почему-то никто не применил. Вот. А уже фермеры, фермеры российские работают и у них ведутся… А? Так, он потому известный, что он на блокчейне. Сначала он, правда, бумажные выпустил. Да, да. Он сначала бумажные выпустил, его там хотели привлечь за то, что он эти бумажки выпустил. Потом он перешел на блокчейн, теперь его уже никто не судит. А как называется? Гусикоины, яйцетокены? Нет, это называется Калионы, но они там как-то называются, криптокалионы и так далее. Криптокалион, отлично. Да, ну, гусикоины, там, тракторный биатлон и так далее. Ну, в общем, короче. Вот. Да, и дальше. Значит, поскольку вот эти вот любые финансовые документы, привязанные к человеку и имеющие право владения, могут быть выпущены, таким образом можно выпускать, например, ну, скажем так, квоты на выброс углекислого газа. Причем, я не понимаю, что такое. Не закиси азота, углекислого газа. Вот. Углекислый газ — это не веселящий газ, это все нормально. Ну, вот. Да. Ну, вот. То есть государства могут, соответственно, получать эти квоты на выпуск углекислого газа и потом, соответственно, продавать их через блокчейн. И при этом всякие махинации с квотами, как это ни странно, даже махинации с квотами на выброс углекислого газа тоже бывают в реальной жизни. И поэтому таким образом предоставляется полный инструментарий для банковских транзакций. И любые ценные бумаги на базе блокчейна Эмер, тоже платформа Эмеркоин, они сейчас уже полностью готовы к употреблению и очень легко подключаются. То есть наша команда проконсультирует вас, как это делать. И вы можете внедрить там за пару дней у себя любой из ваших капризов. Вот. Спасибо. Отлично. Спасибо. Еще, кроме того, наши партнеры, вот, как я говорил, это Хешкоинс, майнинговая компания. Мы были первыми, кто, собственно, зашли в Microsoft Cloud. Вот. Первыми партнерами Microsoft Azure. И у нас есть облачный сервис, который называется Blockchain Engine.org. Вы можете там зайти на, собственно, через облако, попробовать наши сервисы. А можно загрузить себе кошелек и попробовать непосредственно через кошелек. Вот. Да. И вот это наши координаты. Мне очень понравилась история про сенсоры, которые продают данные, которые могут покупать электричество, покупать себе обновления. Это на самом деле насущная необходимость. И вот когда говорят про интернет вещей, про то, что интернет вещей будет вести взаиморасчеты. Вот как раз здесь весь инструментарий же полностью готов для этого. Отлично. Вопросы к Amircoin? Отлично. Есть у нас кто-то с микрофоном? Спасибо за презентацию. У меня вопрос в отношении тогда применения на российском поле выпуска, то, что сказали, долговых инструментов, акций и прочего. Потому что, ну, как бы… Вы хотите спросить, как это юридически? Да, 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 да. Дело в том, что мы не только на российское поле нацеливаемся, потому что платформа международная. А во-вторых, ну, со временем, вы знаете, вот я привожу такой… Ну, прямо сейчас вот вы не можете, скажем так, брать и вести расчеты криптовалютой. А? Ну, смотря что вы хотите делать, понимаете? То есть вполне возможно, что есть область, которую можно применять. Например, уже можно сейчас размещать какие-то записи об авторском праве, например. Вы никакую банковскую деятельность не нарушаете. Или, например, какие-то контракты. То есть вы просто натрезируете контракты и все, и у вас получается, что он хранится в блокчейне, ваш контракт. И вы ничего не нарушаете абсолютно, но у вас уже всегда лежит запись, что именно вы являетесь автором этого контракта, вы его выпустили от такого-то числа и так далее и тому подобное. Вот. То есть там могут быть какие-то нюансы, но на самом деле не все так сильно запрещено, как все всегда боятся в России. Вот. Все верно. Этой теме как раз посвящена была первая панель дискуссии. Простите. Все видеозаписи будут выложены, можно будет еще раз посмотреть. Тут очень много вопросов по поводу, каким образом юридически именно фиксировать обязательства эти. Я предлагаю еще дальнейший вопрос. Я знаю, какой Тони бы задал вопрос насчет секьюрити. Безопасность обеспечивает биткоин, кстати, в умеркоине. Верно, да? Ну да. У нас США-256, тот же самый алгоритм, который применяется для, скажем так, для запрещения блоков, который и в биткоине применен. Поэтому мы никуда сильно не уходили в этом плане. Единственное, что мы сделали, комбинированный майнинг, это proof of stake плюс proof of work. Это гарантирует отсутствие атаки 51. В случае, если с биткоином есть возможность атаки 51, в случае комбинированного майнинга вероятность атаки 51 уменьшена, ну скажем так, на несколько порядков. Ну что вы головой машете? Скажите мне, как вы проведете атаку 51 в случае комбинированного майнинга. Не то, что просто атаку 251, но вот сейчас я думаю, что больше денег люди тратят майнать дошкоин. Смотри, собакой. Да. Значит, секьюрити в дошкоин сильнее, чем секьюрити в эморкоин. Это мой опинион такой. Да. Так я думаю, что на дошкоин больше секьюрити в этот день. Почему? Потому что больше денег тратится на майнинг, компетишн. Вполне возможно, но это на proof of work. Proof of work, да. Так если больше денег тратится на дошкоин, на лайткоин, то эти все контракты, все эти аппликейшены, которые ставятся на вашу блокчейн, они были бы больше секьюр на something как дошкоин. Поэтому даже на биткоин сейчас все не говорят все это туда ставить, потому что и в биткоин секьюрити вот так вот. Отлично. И все равно боятся. Я не хотел бы, чтобы все регистрации всех машин, всех домов были на биткоин, потому что мы не знаем, если через месяц биткоин будет еще живой. И если мы не знаем это про биткоин, то все остальные еще слабее. Ну все остальные, хорошо, слабее или не слабее, но мы говорим о том, что возможно атака 51. Мы про нее говорили, да? Атака 51. Не только атака 51. Ну например, атака 51. Вот мы в данном случае защищены от атаки 51, потому что у нас комбинированная схема. Ну я думаю, если кто-то захочет потратить, например, 3-4 тысячи в день, просто уничтожить свою… Кто-то сидит на 100 тысяч, нечего с ними делать. Он может и 100 тысяч потерять, и ваша блокчейн не будет работать в месяц. Ну понимаете, это риторический вопрос. А каким образом? Как он будет не работать в месяц? Объясните мне. Ну они захватят, они спам the network. Они смогут… Что они будут делать? Они будут продавать или они будут покупать? Ну они будут миллион транзакций тракют, как с Ethereum сейчас происходит. Вот с Ethereum были проблемы, когда… Дос-атаку, но на Ethereum это им стоило, я не знаю, 20-30 тысяч. На вашей блокчейне это будет стоить гораздо меньше. Дело в том, что у нас предусмотрены очень многие механизмы, которые присутствуют в биткоине. И у нас есть способы защиты от различных основных security breaches, которые существуют в блокчейне. Это я отдельно не рассказывал, потому что как бы это отдельная секция нужна. И в этом плане вам лучше тогда обсудить эти вопросы с нашим техническим директором. На нами принято очень много мер по как раз устранению тех угроз, которые обычно существуют в обыкновенной индустрии. А что касается второго вопроса, по поводу того, что в принципе любую криптовалюту можно уронить, завалить и уничтожить. Ну тогда не занимайтесь блокчейном вообще. Ну, понимаете, мы говорим о том, что мы будем развивать индустрию на блокчейне, а с третьей стороны вы говорите, да, все это фигня, потому что все равно все это можно уничтожить. Ну зачем тогда заниматься вообще блокчейном? То есть как раз специально люди работают над тем, чтобы все это было устойчиво, чтобы все это надежно работало. И мы в том числе, наша команда. Скажите, пожалуйста, у меня коротенький вопрос из профессиональной области. Очень сильно вы акцентировали внимание на возможности выпуска именно ипотечных облигаций. Вот прямо это вцепилось в мое внимание. Были какие-то прецеденты именно туда стремитесь? Мы туда стремимся. На самом деле прямо сейчас вот ипотечные облигации не выпускались. Но мы с вами можем это обсудить отдельно. И расскажем, покажем все опять же на пальцах, как хорошо. Отлично. Последний вопрос. Спасибо большое. У меня тоже вопрос из профессиональной индустрии. Меня заделал вот слайд, который был посвящен escrow. У нас там в России их на самом деле очень мало. Мы сталкивались там в сделках, где банки брали сумасшедшие деньги за передачу акций. Ну очень большие деньги. Но там я вот не совсем просто представляю, как осуществляется передача с помощью блокчейна активов, которые подлежат госрегистрации. Например, в Америке весь рынок escrow исчерпывается с делками с недвижимостью, с делками с акциями. И вот как осуществляется передача? Понятно, блокчейн регистрирует факт поступления денег. Это просто. Дальше как передается право собственности с помощью блокчейн на недвижимость? Да, у нас есть такой механизм, называется DPO, Digital Proof of Ownership. Это когда хозяин записи имеет собственно владение этой записью. И когда у вас поступают деньги этому хозяину записи, то соответственно эта запись переходит во владение другого хозяина. А у этого человека эта запись отсуждается. Вот. И таким образом это обеспечивается математически. То есть, да. Запись, она в реестре в государственном реестре. В реестре. Ну дублирование в государственном реестре, это уже отдельная опять же тема юридического вопроса. Ну дублирование в государственном реестре, это… А он не соединен, должно идти. И вопросик последний. Комиссии-то какие у вас? Комиссии у нас нету. То есть у нас есть, скажем так, стоимость… Вот вывод денег там, что у вас там, я не знаю. Мы не занимаемся комиссией, мы не занимаемся вводом и выводом денег. Вводом и выводом денег занимаются биржи. Ну то есть мы рассчитываем сразу на комиссии биржи. Вот мы там… Да, да. И по теме, если вы как участие там имитировали через вас, да, продали вот там частным инвесторам, да, там. И соответственно эту комиссию, мы от нее отнимаем комиссию биржи за вывод денег, да, правильно? Да, естественно. Если вы покупаете за естественные деньги. Кроме того, есть еще такой момент, что, например, нами разработан механизм, когда вы можете вносить какое-то определенное количество записей в блокчейн, да, и все говорят, что операции с криптовалютами у нас типа запрещены. Ну, например, или были запрещены, или в каком-то другом государстве запрещены. Так вот, у нас есть варианты, когда вы покупаете просто лицензию на внесение определенного количества записей в блокчейн, то есть лицензию как таковую, и все, и получается, что вы в принципе с криптовалютой не имеете дело. То есть вы за реальные деньги покупаете возможность внесения записей в блокчейн. На этой оптимистичной ноте, да, уважаемые коллеги, наша конференция подходит к концу. Стас, спасибо большое, да. Я еще хотел сказать, что, к сожалению, сегодня Олег Хавайко, наш технический директор, он тоже собирался принять участие, но он не смог по техническим причинам, а он в Америке находится. Но если у кого-то есть очень узкоспециализированные технические вопросы, мы в другое время с вами всегда сможем их обсудить и, скажем так, поговорить, да. Отлично, поддержу как раз последнюю реплику Стасу. Если кто-то не смог решить свои практические задачи в бизнесе, пишите, в общем-то, можете всем спикерам писать. Мне, меня можно найти в социальных сетях, AlexFork, на русском, на английском. Я готов познакомить вас с командами разработчиков, с проектами напрямую, без проблем. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.